МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема нашей станции у нас на доске, но, естественно, мы не сможем всю эту тему раскрыть, потому что, вообще говоря, полностью тренинг у нас рассчитан на где-то от 6 до 16 часов, поэтому мы взяли только очень маленький фрагмент, который связан на самом деле с тем, что мы попытаемся с вами обсудить и понять, чего вы, исходя из тех позиций, которые вы сейчас заняли за этими столами, ожидаете от системы дополнительного образования. Мы попробуем с вами определить 2-3 реально диагностируемых, как же на этом, результата от освоения программы дополнительного профессионального образования. Но прежде чем мы начнем процедуру работы, я хотел бы остановиться на некоторых рамочных условиях, которые необходимо понимать, прежде чем мы перейдем к конкретной работе. Первое, я хотел бы вам напомнить, что, вообще говоря, сегодня вся система дополнительного образования профессионального ориентирована на то, чтобы помочь педагогу сориентироваться в том, который задал новый закон об образовании и федеральные государственные стандарты. И второе изменение, которое также важно помнить и понимать, это то, что сегодня наше образование пытается переходить к компетентностному подходу. Мы пытаемся формулировать уже в этом компетентном подходе результаты образовательной деятельности. Но для дополнительного образования, к сожалению, компетенции сформулированы только, конкретные компетенции сформулированы только в программе профессиональной подготовки. И там они сформулированы для бакалавра и магистра. И, соответственно, их нельзя полностью переносить на систему дополнительного образования. Но для начала я хотел бы, чтобы мы все-таки с вами договорились о том, что мы понимаем компетенциями, потому что, к сожалению, и в тех программах, которые мне пришлось видеть очень часто, это просто прямое перечисление, опять-таки, знаний, умений и навыков. А все-таки, когда мы говорим о компетенциях, я согласен с данным определением, это системное проявление знаний, умений, видим мы здесь еще способностей и личностных качеств, которые позволяют реализовывать и осуществлять профессиональную деятельность. А сегодня, исходя из тех стандартов, которые мы сегодня осваиваем, профессиональная деятельность тоже педагога и того тренда, который нам задан в этих стандартах, профессиональная деятельность педагога также должна изменяться и, соответственно, он должен опираться на несколько иные компетенции, чем это было, скажем, 10, 15, 20 лет назад. Мне кажется, что в ходе освоения этих новых компетенций должны меняться и общепедагогические установки, и как-то переформатироваться те профессиональные умения, навыки, которыми уже обладает педагог. Ну и еще два важных замечания, которые касаются уже, собственно, того результата, который мы попытаемся с вами сегодня получить в ходе этого короткого фрагмента тренинга. Первое, что я хотел бы сделать, это все-таки попробовать разделить продукт и результат, мы обычно не разделяем его в наших программах, но он хорошо разделен, и как пример я, наверное, приведу, он хорошо разделен в проектной деятельности. Там продуктом является то, что делается в ходе выполнения проекта, а результатом являются те изменения, которые происходят, или те способности, которые обретаются или раскрываются в ходе этой деятельности у детей и реформируются. Там есть ли деятельность, которой они занимаются в ходе работы в проекте. Вот мне кажется, что если разделять, опять-таки, продукт и результат в дополнительном профессиональном образовании, то продуктом, конечно же, у нас являются те некие методики, технологии, программы, которые, возможно, вы получаете в ходе прохождения курсов. А результат – это те изменения, в том числе личностные и профессиональные, которые с вами конкретны, которые с вами происходят в ходе работы на курсах повышения квалификации. Второй, наверное, заход, вторая рамка – это идея о том, что сегодня цель пытаются в управленческой деятельности определять операционально. Что это значит? Это означает, что ее пытаются определять конкретно и определять тот этап, так сказать, нашей жизни, нашей деятельности, который необходим для того, чтобы ее реализовать, эту цель. В цели, как мы помним, с вами заложен ожидаемый результат. И вот результат сегодня принято пробовать определять, точнее, скажем так, определять диагностично. То есть, диагностично – это значит, мы должны понимать, каким инструментом измерить, в каких единицах производить эти измерения и что, собственно, мы в этом результате измеряем. Вот, исходя из этой рамки, мы сегодня будем строить все те четыре шага, которые мы пройдем для получения от каждой группы по одному хотя бы диагностированному результату. Итак, первый шаг, на который у нас отведено пять минут. Перед вами сейчас лежат стикеры разноцветные. Вы их берете, и каждый из вас формулирует два-три ожидаемых результата от участия в программах повышения квалификации еще раз, с той позиции, которую вы заняли. Не с той позиции, на которой вы реально находитесь, а с той, на которой вы заняли. Итак, на третьем шаге мы начинаем обмен мнениями на следующую систему. Сейчас одна из групп, я так понял, что директора готовы представить то, что они видят как результат, и мы попросим преподавателей отнестись к этому результату, отнестись к этому позиции. Насколько он является для них возможным в осуществлении, то есть насколько они могут возникнуть, и насколько они могут возникнуть. Это результат, который нам предлагают руководители. Те ожидания, которые они сейчас озвучивают. Итак, пожалуйста, руководители. Мы выделили для нас некоторые основные итоги, которые мы ожидали в ходе получения учителями дополнительного образования и повышения квалификации. Это повышение профессионализма, ну и, как следствие, это возрастание уровня обученности учащихся наших. Это мы можем продиагностировать, соответственно, выявить эти результаты различными контрольно-изберительными материалами. Начинают тестирование, соответственно, на уровне комплекса и заканчивая, конечно... Если можно, я упрощу. Правильно ли я вас понял, что вы хотите, чтобы в результате улучшения квалификации учителя возвращались и лучше готовили к сдаче ЕГЭ, контрольных работ и так далее? Да, потому что это, конечно, в итоге на рейтинге образовательного учреждения. Мы хотели бы, чтобы в ходе получения дополнительных знаний использовали учителя в развитии новых подходов к новым образовательным технологиям и методикам, которые сейчас появляются. Веб-квесты, кластеры вот эти, чтобы учителя свободно владели... Это применение новых технологий. Что это такое? Технологии чего? Обучение, методики даже. Я так понял, что вы про технологии оценки говорили. Нет, обучение. Обучение, хорошо. Обучение. И вследствие тоже хотим, чтобы учителя проводили мастер-классы, публиковали статьи и в сети интернета, и в различных газетах, журналах СМИ, так называемых. Ну и особая роль сейчас возникает у директоров управления не одним учебным образовательным учреждением, а целым комплексом. И поэтому основная задача это повысить... Коллеги, давайте не будем все проблемы, которые есть у директоров, и журналах СМИ, мы хотим говорить о том, что рейтинг образовательного учреждения, так называемый топ, для нас это будет одним из важных шагов, чтобы мы вошли в так называемый топ. Да? Весь, и так далее. Вот это будет как раз результатом того, чтобы учителя повысили свой уровень, применили на практике, и в результате ученики выдали хороший результат, что позволит... То есть правильно ли я понимаю, что главное направление, к которому вы идете, мы там компетентизировали какие-то вещи, это чтобы после повышения компетентации улучшились показатели вашего учреждения, за которые из вас спрашивают? Конечно. То есть мы сейчас даже не о детях говорим, не о... Ну, мы переходим на основе, в результате, да, на... Я пойду, если чему скажу, как без детей результативность работы... А что, на родительском собрании, отец же, да, тоже, перед родительным результатом, в результате, чиновных учеников, 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 и нас на учеников. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, насколько вы готовы обеспечить этот результат? Мы хотим обеспечивать этот результат следующий мазер. Нет, сначала вы относитесь к тому, что сказали, вы готовы, или вы считаете, что это не ваша задача? Нет, мы считаем, что эта задача может решиться только путем, скажем так, работы с педагогическим составом, да, и для этого она необходима, чтобы у нас были предметные, ну, мы считаем, что должны быть предметные превращения для педагогов путем дополнительного образования, да? Дальше... То есть, давайте вот зафиксируем первое. Правильно я понимаю, что вы говорите, нет, у нас нет такой волшебной палочки, которой мы взмокнули, и после того, как учителя у нас отключились, двух рейтинг учреждений возрос до небес, да? Господь Бог. Мы предлагаем систему шагов, по которой будем работать. Нет, подождите про систему шагов. Да, пожалуйста. Потому что мы-то для начала хотели бы понять, вот вам дан заказ сейчас со стороны руководителей, вы готовы этот заказ реализовывать? Не предлагать схему его реализации, а вы, как система повышения квалификации, как преподаватели, в рамках повышения квалификации, готовы это делать? Мы готовы это делать, но... Так готовы или нет? Вы только что говорили, что нет. Нет, как волшебная палочка, нет, а как поступательное движение, мы готовы путем... Через программу. Через программу подготовку преподавателей. Мы рассматриваем предметное приращение, которое дается через получение... Так, стоп, правильно ли я понимаю, что мы переходим сейчас уже к вашему, к тому, как вы видите результат обучения. Мы видим продукт, результат через предметное приращение, через повышение профессионального уровня и через развитие личностного роста педагога. Продукты, например, предметного приращения – это появление новых знаний. Дальше, на основе новых знаний происходят разработки новейшие, которые потом перерастают в публикации, в оформлении сборников, статей, для того, чтобы можно было делиться своим опытом, скажем так, с другими педагогами. Также использование... Я вам по секрету скажу. Значит, у меня была такая ситуация, когда мы договорились еще до начала курса повышения квалификации, что зачетные работы будут в виде рекорда, а статей, которые мы публикуем. Вот вы знаете, несмотря на то, что была поставлена такая задача, из того, что было сдано педагогами, статьей можно было назвать полторы. Да? Понимаете? Ну, это же поступательно, мы же для этого и сходим, что мы подиходим, плюс через получение знаний психологии мы, педагоги, начинают больше использовать индивидуальный подход к психологии. Подождите, давайте так. Итак, вы готовы дать знания, которые связаны с предметными областями? Да. Расширить. Да, конечно. Второе. Развитие, значит, у нас получается знаний психологии. Ну, не знаний, наверное, а так далее. А стоп психологии. Приемы. Приемы. Вы знаете, знания по психологии, как известно, дается у всех педагогов, при обучении, да, проходят мимо замечательным образом и про психологию забывают прекрасно. Ну, и таким образом мы считаем, что это повысит уровень образованности детей через... Теперь, если можно, вот когда вы говорите... Понятно, понятно, это ваш закон понятен. Теперь вот я хотел бы все-таки уточнить для себя, да, профессионализм это что за зверь такой, вот он про что вообще, вот когда мы говорим, что мы в ходе повышения квалификации повышаем профессионализм, мы что делаем с ним? Мы получаем различные... С учителем, что мы делаем? С учителем, ну, скажем так, и знакомствами внедряем новые методики, внедряем знания для того, чтобы улучшить его возможности, для того, чтобы он умер и на ближайшее, чтобы знание помогло. И для того, чтобы он мог... То есть мы готовы учить его, я пробую сказать, мы готовы получить его новым приемом, да, новым способом организации занятий, новым организациям, правильно я понимаю, новым технологиям педагогическим, которые, может быть, не имеют отношения к классно-урочной системе, да, правильно я понимаю, да? Вот об этом надо говорить, потому что, когда мы говорим качество образования, профессионализм, это ни о чем, потому что качество образования, профессионализм, это многокомпонентная вещь, и плюс вот данные, ну скажем так, вот наши курсы повышения квалификации еще направлены на изучение госполитики, которая происходит, должны мы познакомить педагогов с законом об образовании, да, со статьями, это закон с требованиями, с временем, мы это должны узнать. Должны познакомить педагогов, да, то есть результатом является то, что вы их познакомили. Знакомство невозможно измерить, да, к сожалению, диагностироваться. Знакомство невозможно измерять, то есть в данном случае нужно говорить о нем только в индивидуальном порядке по отношению к каждому преподавателю. преподавателю. Хорошо, у нас вы отопрали в педагогу, пока еще. Итак, коллеги, учителя, нужна вам вся эта крица, которую вам здесь предлагали директора и руководители. Ну, нам понравилось то, что у нас хотели продолжать знакомиться с новыми методиками и технологиями, но в основном все новые методики и технологии неинтересны тем, что они для какой-то, ну, рассчитаны на маленький класс. Вот новое, все новейшее, оно все, это интересно, безусловно, но рассчитано на малое количество детей. В школах, как правило, сейчас количество детей увеличивается, и все эти методики, ну, они интересны на почитать, но нам интересно на сделать с детьми. Вот что мы хотим увидеть. И мы хотим не только на наши методики, технологии, которые у нас в стране работают, нам хочется методики, технологии, подготовки отверстия. Спасибо. Теперь скажите, пожалуйста, что вы видите как результат? Как результат? повышение бюджетов, чтобы вы видите с позиции учителя. Какая я выдела от них? Нет, нет, какой вы нахотели выделяете. Вы нахотели, вы нахотели, вы нахотели, вы нахотели, вы нахотели. Хорошо, одна минута, чтобы вам сформулировать, как вы вы нахотели. Я выведу подкованная законодательной базой, подкованная, с новыми технологиями. Какое интересное, нас научились прийти на работу. И вы с нее с хорошим настроением. Мы с этой устойчивыми. Мы умеем общаться с руководителями. Мы можем терпеть родителей. И мы всех любим. Вот. Ну, вот это это. И, пожалуйста, методики реальные. На 25-30 человек в классе. Мы поработаем. Спасибо. Я как бы на время наше не стекло. Следующая друг у нас приходит. Мы, к сожалению, не успеваем делать завершающий шаг. Но, тем не менее, как-то жиме-то все у нас пошло. Поэтому я не жалею, что мы на обсуждение попросились. Мы, кають нам том, где мы, к оружии. Продолжение следует...